Дорогие друзья, пожалуй, самая приятная президентская миссия – вручать награды заслуженным людям. Быть среди тех, кто каждодневным трудом делает Беларусь сильнее и краше, а жизнь беларусов безопаснее и богаче. Дорогие друзья, нашу традиционную церемонию, которая проходит накануне замечательного весеннего праздника – Дня Женщин, всегда отличает особая атмосфера торжественности и душевности. Ее создаете вы, женщины, своими улыбками, своей красотой, обаянием. А блеск, великолепный вид Дворцу независимости придают парадные мундиры наших военных. Сегодня мы одновременно чествуем элиту армии, силовых структур, защитников Отечества, чей праздник мы недавно отмечали, а также многодетных мам и женщин, достигших больших профессиональных высот. Такой гендерный баланс – это не подражание западным трендам. Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительные, бережные отношения к женщин – абсолютно базовые ценности беларусского общества. Мира не бывает без тех, кто служит народу и умеет его защищать. Мы хорошо помним, кто сохранил нам свободу 75 лет назад. Беларусы благодарны ветеранам за их подвиги, чтят героическое поколение наших отцов и дедов. С уверенностью могу сказать, что дети и внуки солдат-победителей достойны их. Примеров тому много, но я хотел бы сегодня привести только один. Среди нас находится человек, который вместе с товарищами, рискуя жизнью, предотвратил огромную беду. Когда на железной дороге с рельсов сошло несколько цистерн с ревоопасным газом, в этой ситуации сотрудник управления министерством по чрезвычайным ситуациям, капитан внутренней службы Олег Бойничев, проявив отвагу, сумел ликвидировать утешку, грозившую катастрофическим взрывом. Такие мужественные и смелые люди сегодня берегут мир и покой в беларусов, честь им и слава. Особые слова благодарности адресую многодетным мамам, которые выбрали для себя трудную, но очень нужную, очень нужную для нашей страны миссию. Я бы сказал, чрезвычайно важную и нужную. Вы заботитесь не только о своих детях, вы даете жизнь новым поколениям, дарите надежду на успешное будущее и процветание всей нашей нации. Ведь каким оно будет, во многом зависит от вас, дорогие женщины. Знаю, что большинство из вас не только счастливы в семье, но и состоялись как специалисты на профессиональном поприще. Это вдвойне замечательно. Сегодня мы также чествуем женщин, которые удостоены награды, почетных званий за высокие достижения в области культуры, искусства, науки, педагогики. Знаем и ценим ваш вклад в воспитание молодежи, сохранение духовного наследия и нравственных ценностей. Приветствуем также наших спортсменок, которым за блестящие победы на чемпионатах мира Европы присвоено высокое звание «Заслуженный мастер спорта». Дорогие друзья, позвольте мне от всей души поздравить вас с заслуженными наградами. Спасибо за все, что вы делаете для страны и нашего народа. Накануне замечательного весеннего праздника самое теплое поздравление я хочу адресовать женщинам нашей Беларуси. Примите мои искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Желаю вам главного – мира и добра. Ну а сейчас позвольте выполнить эту президентскую миссию и вручить вам заслуженные награды, ну а генералам их генеральские погоны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ